Здравствуйте! С основными новостями дня 3 августа в студии Ольга Грекорян. Сегодня в нашей программе. Никол Пашинян призвал Азербайджан не блокировать ввоз гуманитарного груза, отправленного в Нагорный Карабах, в качестве шага приверженности мирной повестки дня. Генсекретарь ООН обеспокоен сообщениями об ухудшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Глобальный центр ответственности за защиту призвал Азербайджан обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору. Об этом и о многом другом более подробно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает Азербайджан не блокировать ввоз гуманитарного груза, отправленного правительством Армении в Нагорный Карабах, в качестве шага приверженности мирной повестки дня. Об этом он заявил в ходе заседания правительства. Пашинян отметил, что 361 тонна гуманитарной помощи, направленная в Нагорный Карабах, по решению рабочей группы правительства Армении, в условиях гуманитарного кризиса в Карабахе, все еще находится на въезде в Лачинский коридор. Поскольку Азербайджан, грубо нарушая положение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, незаконно блокирует ввоз этих гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. После того, как Алиев заявил в интервью Евроньюз, что Лачинский коридор не заблокирован, необходимо услышать разъяснение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, почему он не обеспечивает проезд гуманитарной помощи от правительства Армении Нагорному Карабаху, если Азербайджан утверждает, что не блокировал коридор. Я думаю, что разъяснение этого вопроса важно, и наши соответствующие органы должны работать над этим. Премьер-министр Армении видит возможность достижения долгосрочного и прочного мира с Азербайджаном. Мы действительно имеем возможность достичь долгосрочного и стабильного мира, и я призываю Азербайджан воздерживаться от действий, уменьшающих эту возможность, как, например, последовательное торпедирование диалога Степнакер к Баку в рамках международных механизмов, незаконное блокирование Лачинского коридора и похищение жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, которого Международный комитет Красного Креста перевозил на лечение в Армению. Освобождение Вагифа Хачатряна, других плененных, заложников, удерживаемых лиц было бы впечатляющим уведомлением приверженности к мирному урегулированию, заключил премьер-министр. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян вчера провел телефонный разговор с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Боррелем. Как сообщили в прислужбе МИД Армении, собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Также обсуждался и гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе в связи с незаконным блокированием Азербайджаном Лачинского коридора. Арарат Мирзаян подчеркнул необходимость немедленного снятия блокады Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля, а также срочность обеспечения Нагорного Карабаха продовольствием, медикаментами и другими предметами первой необходимости. Также была подчеркнута и необходимость обеспечения полноценной и бесперебойной работы Международного комитета Красного Креста, как единственной международной гуманитарной организацией, имеющей доступ в Нагорный Карабах. Арарат Мирзаян назвал случай похищения пограничными службами Азербайджана Вагифа Хачатряна, который был перевезен из Нагорного Карабаха в Армению в медицинских целях, грубым нарушением международного гуманитарного права. Глава МИД Армении также подтвердил позицию армянской стороны относительно важности решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. Подчеркнута и необходимость принятия международными партнерами четких шагов по недопущению этнических чисток со стороны Азербайджана на Нагорном Карабахе. Представители Офиса ООН в Армении во главе с исполняющей обязанности директора армянского представительства Всемирной продовольственной программы ООН Нанной Скау прибыли на участок Корнедзор Мост Хакари, где находится гуманитарный груз, предназначенный для Нагорного Карабаха. Им была представлена ситуация на месте, а также гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает общественное телевидение Армении. Представители Армении выразили надежду, что в результате международного давления Лачинский коридор будет открыт. На вопрос, какие шаги будут предприняты в этом контексте, исполняющая обязанности постоянного координатора ООН в Армении Нанна Скау ответила, зачитав заявление генерального секретаря ООН. На вопрос корреспондента, есть ли другие действенные шаги, которые позволят отправить гуманитарный груз Нагорный Карабах, Скау подчеркнула, к сожалению, в данный момент я не могу сказать больше, чем данное заявление. Мы ожидаем, что опубликованное заявление приведет к положительным результатам, подчеркнула она. Представители Международного комитета Красного Креста до сих пор не встретились с арестованным Азербайджаном Рашидом Бегларяном. Об этом заявила руководитель коммуникационных программ делегации Международного комитета Красного Креста в Армении Зара Аматуни, отметив, что они осведомлены о случившемся, следят за инцидентом и в настоящее время принимаются соответствующие меры посредством диалога в рамках своих полномочий для обеспечения определенного прогресса в этом вопросе. Зара Аматуни также подчеркнула, что делегаты Красного Креста посетили арестованного азербайджанскими пограничниками Вагифа Хачатряна вечером 29 июля, в день его ареста. Глобальный центр ответственности за защиту обратился к гуманитарному кризису, возникшему в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокировки Азербайджаном Лачинского коридора. В сообщении центра, в частности, говорится, что уже более семи месяцев Азербайджан блокирует Лачинский коридор, единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, что привело к гуманитарному кризису. Власти Азербайджана должны немедленно прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить свободное передвижение людей и товаров по нему, а также гарантировать гуманитарный доступ в соответствии с международным правом и решением международного суда. Государствам следует вести диалог со всеми сторонами, а также поддержать призыв парламентской ассамблеи Совета Европы направить независимую миссию по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации на местах, говорится в заявлении. Официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян, комментируя на странице в Твиттер, призыв глобального центра ответственности за защиту отметила, что центр зафиксировал, что блокирование Азербайджана Млачинского коридора подвергает риску тысячи людей в Нагорном Карабахе. Ситуация для пациентов, находящихся в Арцахе, довольно критическая. Им действительно нужно более узкое специализированное лечение. Об этом в беседе с журналистами сегодня заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. По ее словам, чем длиннее дни блокады, тем сложнее отличить тех, кто остро нуждается в транспортировке или тех, у кого уже есть серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас делается все для доставки гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, в составе которой есть необходимые больницы медикаменты и принадлежности, а также смеси для малышей. Нужно вернуться к нормальным перевозкам по Лачинскому коридору, сказала Аванесян. По ее словам, большая часть армянских грузов, стоящих у мостах Акари, составляют молочные смеси. Наши специалисты также работают со степанокерцкими коллегами, и мы по возможности оказываем психологическую и другую поддержку матерям, чтобы в этом случае максимально поддержать грудное вскармливание, и у нас была небольшая потребность в молочных смесях, отметила министр. «Принимая во внимание сложившуюся в настоящее время в Нагорном Карабахе тяжелую ситуацию, мы продолжаем делать все возможное, чтобы как можно скорее перевезти этот груз». Об этом в беседе с корреспондентом «Араменпресс» вчера заявил представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе Вартан Саркисян. Он подчеркнул, что перевозящие гуманитарный груз в Нагорный Карабах грузовики оборудованы соответствующими системами охлаждения, что позволяет решить проблемы с хранением продуктов. Сегодня, как вы знаете, находящиеся здесь около восьми дней колонии с 19 грузовиков, которые правительство Армении хочет переправить в Нагорный Карабах в качестве гуманитарной помощи, присоединились и два грузовика со сладостями от компании «Гранкенди». По его словам, инициатива компании «Гранкенди» направлена в первую очередь на детей. Среди людей, находящихся в блокаде в Нагорном Карабахе, дети, пожалуй, больше всего страдают от этой ситуации. Поэтому мы надеемся, что сумеем в кратчайшие сроки доставить груз со сладостями в Нагорный Карабах, что хотя бы частично облегчит сложную ситуацию, свидетелями которой мы являемся в настоящее время, сказал он. Касаясь общей ситуации в Кашатахском коридоре, Саркисян отметил, что ситуация остается прежней, продолжаются усилия для успешного завершения процесса доставки гуманитарного груза. Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, старший советник по переговорам на Кавказе Луис Бона уже в Армении. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григориан вчера принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Бона. Как сообщили в пресс-службе Офиса Совета безопасности Армении, собеседники обсудили процесс урегулирования армян-азербайджанских отношений, коснулись вопросов прав и безопасности народа Арцаха. Армен Григориан представил гуманитарный кризис в республике и его последствия, подчеркнув необходимость разлокирования Кашатахского коридора. Стороны также обсудили представляющий взаимный интерес другие вопросы. Сопредседатель комиссии по армянским вопросам Конгресса США, конгрессмен Фрэнк Пеллон, публично выразил обеспокоенность действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе. 29 июля вооруженные силы Азербайджана задержали гражданина Арцаха, который перевозился Международным комитетом Красного Креста в Армению для лечения. Они безосновательно утверждают, что он был военным преступником во время Первой войны в Нагорном Карабахе в 1991 году, создав таким образом опасный прецедент для всех остальных армян, которые участвовали в боевых войнах, в частности, заявил Пеллон, передает голос Америки. По его словам, действия Алиева продолжают свидетельствовать о том, что он не заинтересован в том, чтобы развеять опасения по поводу безопасности армян на Нагорном Карабахе, которые являются необходимым условием для долгосрочного мирного урегулирования. Вместо этого он продолжает саботировать переговоры и использует тактику давления в надежде заморить голодом людей на их исторических родных землях или заставить их подчиниться его жестокой власти, подчеркнул Пеллон. Он также констатировал, что Азербайджан продолжает блокировать Лачинский коридор, не позволяя армянам Нагорного Карабаха, получать продовольствие, медикаменты и энергоносители. Это нарушение международного права и очевидная кампания этнических чисток со стороны Алиевского режима. Международное сообщество, включая Соединенные Штаты и Организацию Объединенных Наций, может и должно предпринять четкие шаги для предотвращения усугубления этого гуманитарного кризиса. Я призываю Госдепартамент использовать все доступные дипломатические инструменты, включая санкции, чтобы положить конец этой блокаде, заключил конгрессмен. Армения подала заявление в Европейский суд по правам человека о применении промежуточных мер к Азербайджану для защиты прав Рашида Бегларяна. Об этом сообщает Офис представителя по международным правовым вопросам. Рашид Бегларян заблудился, оказавшись на подконтрольной Азербайджану территории. Инцидент произошел близ села Авно. Защитник прав человека Армении Анаит Манасян приняла главу делегации Евросоюза чрезвычайного и полномочного посла Андрия Викторин, завершающую дипломатическую миссию в Армении. В рамках встречи Манасян представила гуманитарную ситуацию, вызванную блокированием Лачинского коридора, вопросы, связанные с похищением Азербайджаном 68-летнего гражданина, перевозимого в Армению для лечения под эгидой Международного комитета Красного Креста. В этом контексте она особо подчеркнула важность реагирования и принятие мер международным сообществом, в том числе среди различных институтов и официальных лиц Евросоюза. Прокуратура Арцаха возбудила уголовное дело о похищении гражданина Арцаха Рашида Бегларяна. 1 августа 2023 года около 17 часов житель села Хандристан Ангскеранского района Нагорно-Карабахской республики Рашид Араме Альмаисович Бегларян, направлявшийся пешком из села Гиншен Шушинского района в Армению, при попытке обойти азербайджанский КПП на мосту Хакари, установленный в нарушении 6 пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, был тайно похитен против его воли неизвестными военнослужащими Азербайджанской республики с применением насилия, за которым последовало его исчезновение. По поводу описанного инцидента 2 августа этого года было возбуждено уголовное дело по статье 418 «Преступление против безопасности человека Уголовного кодеска Республики Арцах». Надзор за законности досудебного производства по уголовному делу и судебное руководство осуществляется прокуратурой Шушинского и Кашатахского районов, говорится в сообщении прокуратуры Арцаха. Франция отреагировала на письмо Национального Олимпийского комитета Армении о кризисе в осажденном Арцахе. В ответном письме Национальный Олимпийский комитет Франции выражает признательность одноименной структуре Армении за информирование о драматической ситуации в Арцахе. «В условиях этой катастрофы мы не можем оставаться равнодушными к проблеме, особенно основываясь на историко-культурных связях, объединяющих две наши страны. В ожидании скорейшего решения текущего конфликта французское правительство и его дипломатия прилагают все усилия, чтобы положить конец этой трагедии», говорится в ответном письме. В связи с кризисной ситуацией, создавшейся в результате блокада Республики Арцах со стороны Азербайджана с 12 декабря 2022 года и полной блокады с 15 июня 2023 года, среди хозяйствующих субъектов продолжались массовые приостановки деятельности и увольнения работников, в результате чего плановые задачи бюджета на январь-июль 2023 года были недовыполнены. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Республики отметил, что по предварительным данным в государственный бюджет Республики за январь-июль этого года поступило 16,4 миллиарда драм налоговых поступлений и сборов, что на 63,1 процент или 9,6 миллиарда драм меньше запланированных 26 миллиардов драм. Доходы, собранные в июле по сравнению с запланированными, были недовыполнены. Выполненные 54,6 процента или на 2,5 миллиарда драм было собрано меньше, говорится в сообщении Комитета. В государственные школы Арцаха начался набор первоклассников. Об этом сообщили в Министерстве образования, науке, культуры и спорта Республики. С набором документов, которые необходимо предоставить, можно ознакомиться на странице Министерства в Фейсбук. Наш эфир подошел к концу. В заключение выпуска послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра 4 августа на территории Республики будет переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер западный 2,6 метра в секунду. Во время грозы возможно усиление ветра до 18,23. Температура воздуха ночью 21,24, днем 27,31 градус тепла. Дорогие радиослушатели, в студии работала Ольга Григорян. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...